дорогие друзья я всех вас приветствую на своем канале у нас как всегда очень важная тема и сегодня мы поговорим о рукаве реглан это комфортный рукав который завоевал сердца очень многих и сегодня я хочу вам подробно рассказать о разновидностях рукава реглан а теперь немного истории название такой крой рукава получил от британского полководца реглана который получил ранение в плечо и вынужден был заказывать одежду которая бы не причиняла ему болезненных ощущений в месте ранения поэтому был сделан не вточной рукав а именно вот эта линия шва таким образом мы с вами получили комфортный удобный невероятно классный рукав реглан думаю что всем интересно какие бывают разновидности рукава реглан и так разновидности рукава реглан аж целых 5 и сегодня я специально для вас подготовила вот такую схему где хочу вам рассказать основные особенности каждого рукава реглан и так поехали первый рукав реглан вот такой как на мне это называется классический или типовой рукав реглан в чем здесь отличие у классического рукава реглан линия проймы выходит от горловины ниже плечевого шва вот это расстояние может достигать 35 сантиметров и тогда это будет классический типовой рукав реглан вот это его особенность у него вот в этом месте выпуклая линия что дает идеальное сопряжение полочки спинки с рукавом и именно благодаря вот такой плавной выпуклой свободной линии проймы мы получаем комфортное изделие которое нигде не давит она уже не то же самое что вточной рукав хотя моделирование будет от вточного рукава именно поэтому этот рукав полюбился очень многим он невероятно комфортный при этом этот рукав дает возможность в огромном количестве моделирования моделирование разных складочек защипчиков перенос шва в общем здесь очень много фантазии можно включить при этом этот рукав реглан может быть без плечевого шва совсем он может быть с плечевой вытачкой он может быть со средним швом рукава который идет как плечевой шов и дальше переходит на шов рукава в общем разновидностей только одного этого классического рукава реглан моделирование его разных вариантов очень много и кстати этот рукав отлично подходит для того чтобы сделать нарядное платье то есть если раньше мы думали что рукав реглан подходит только для верхней одежды только для спорта то сейчас мы имеем другие ткани другие технологии которые могут позволить вам сделать рукав реглан и в нарядном платье поэтому вам есть о чем подумать следующий рукав реглан о котором я хочу поговорить это так называемый нулевой рукав реглан что же означает нулевой рукав реглан и вот сюда все внимание точнее даже не вот сюда а именно вот в эту точку нулевой рукав реглан он так и называется потому что сводится все как бы в точке ноль линия горловины линия проймы линия среднего шва рукава все сходится в одной точке и еще плюсуем сюда спинку которая тоже сходится вот здесь в одной точке хочу вам сказать что нулевой реглан он технологически сложен только тем что все сводится и все сходится здесь в одной точке когда вы начинаете это шить когда вы начинаете все это собирать рукав средний шов рукава линия пройма 1 линия проймы спинки горловина вот тогда там начинается самое веселье но этот рукав может быть целесообразен если в вашей модели по-другому никак поэтому рукав реглан нулевой так называемый тоже жизнеспособный он может быть невероятно красивым и имитировать американскую пройму например если вы делаете рукав реглан из прозрачной полупрозрачной ткани из шифона из чего-то летящего струящегося таким образом вы создаете силуэт основы плотный а рукав у вас летящий и визуально как бы такая американская пройма вот так вот сделано американская пройма поэтому внимательно смотрите не обходите этот рукав стороной потому что бывает что это невозможно обойти невозможно сделать в какой-то модели обычный классический рукав нужно сделать именно нулевой реглан и тогда это выглядит великолепно изысканно изящно и в заключении о нулевом рукаве реглан хочу сказать что вот эта линия проймы чаще всего оформляется прямой линией без лишних изгибов это технологически хотя бы чуть-чуть облегчает работу вот такой он непростой нулевой реглан следующий реглан на котором мы поговорим это вот цифра 3 у меня здесь это так называемый реглан погон он и правда похож на погон вот в этой части но это все-таки рукав и обратите внимание на его особенности начинается он от горловины бывает даже что ниже чем классический рукав а бывает и выше то есть реглан погон вот в этом месте может быть разной высоты он может быть узким сверху и может быть чуть шире так вот начинается он от горловины потом идет чаще всего параллельно плечевому шву и потом только спускается вот сюда вниз в пройму причем важный момент реглан погон уступает в комфорте классическому реглану потому что в нижней части проймы он практически такой же как и вточной рукав он только отличается линии верхней части и помните что я вам сказала о том что вот эту линию вы можете делать хоть вот такой вот узенькой какой угодно она может быть узкой и потом переходить вот сюда в реглан сюда вниз и заметьте что реглан погон это не только какая-то мужская одежда угловатая как-то я шила белую блузу с рукавом реглан погон где вот этот погончик сам и сам рукав был из черного кружева на белой основе поэтому смотрится это очень красиво выбирайте нужную вам ширину вот этого участка самого погона так называемого и будет вам красота но помните что реглан погон он не дает столько свободы сколько дает классический реглан следующий очень похожий на реглан погон реглан переходящий в кокетку если бы здесь был в точной рукав то вот эта часть была бы кокеткой но так как у нас здесь присоединен рукав и линия проймы представляете вот это все линия проймы начиная от центра переда вот эта линия проймы начинается гораздо ниже, чем горловина. Вот у нас горловина здесь, а линия проймы начинается гораздо ниже, чем горловина. Этот рукав, так же как и реглан-погон, он не такой комфортный, как классический рукав-реглан. На самом деле это гениальная конструкция, которая поможет вам воплотить какие-то ваши невероятные идеи. Может быть кто-то из моих подписчиков помнит мое пальто с лисой. Серое и вот здесь вот такая прекрасная лиса. Она уже прославилась на весь интернет, но хочу вам сказать, что там очень классный рукав-реглан вместе с кокеткой. И вот чем ниже вы ставите эту линию кокетки, тем интереснее у вас вот здесь сопряжение рукава, проймы бокового шва. В общем, там просто невероятно интересный конструктор. Поэтому и моделировать, и шить такие изделия очень интересно. Причем можно убрать и на грудную вытачку, там прям целый механизм. Если вам хочется, чтобы я показала вам такое моделирование, обязательно напишите в комментариях, потому что как я буду знать, если вам это хочется. Как вы видите, рукавов-реглан аж целых 5 разновидностей, и это только базовые. Это только базовые варианты. Мы с вами разобрали классический вариант рукава-реглан, нулевой реглан, реглан-погон, реглан-кокетка, то есть реглан, переходящий в кокетку. Из основных у нас остался один рукав. Он называется полуреглан. Здесь, мне кажется, на самой иллюстрации видно, почему он называется полуреглан. Смотрите, здесь в чем фишка. Здесь есть плечевой шов. Вот он. Линия проймы не идет в горловину, как вот в этом месте, вот в этом или вот в этом. Линия проймы берет свое начало из середины плечевого шва. Вот отсюда вот пошла линия проймы. То есть плечевой шов как таковой есть, но отсюда получается такая, так называемая завышенная головка рукава. На самом деле это полуреглан. И вот эти все завышенные рукавчики, это все разновидности полурегланов. Потому что чем ниже вот эта линия, вот здесь она была бы, тем больше она похожа на вточной рукав. И из-за этого не так много конструктивных особенностей нужно вносить. Поэтому полуреглан это тоже любимчик, но он больше похож на вточной рукав. Дорогие мои зрители, мои подписчики, кстати, я хочу обратиться к вам. Я заметила по статистике, что огромное количество людей просто смотрят мое видео и не подписываются. Если вы подпишетесь, мои дорогие, мы уже давно получили бы серебряную кнопку. Поэтому порадуйте Иришу, подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать все наши следующие выпуски и обязательно пересматривайте прошлые. Так вот, что я хочу вам сказать по поводу регланов. Вот я прям подготовилась, я все вам здесь подписала. Типовой реглан, нулевой реглан, реглан погон, реглан кокетка, полуреглан. Если хотите, остановите видео, я вот так уберу руки, сделайте скриншот, чтобы вы сохранили для себя такую базовую информацию, как разновидности рукава реглан. На самом деле, я, наверное, поздно об этом говорю, но на самом деле я уже хотела давно начать какую-то глобальную тему. Очень многие просили сшить, именно сшить, смоделировать вот такой реглан. Есть люди, которые еще не сшили худи, ради них тоже стоит работать. Поэтому перед тем, как мы приступим к какой-то глобальной теме по моделированию, по конструированию, мне очень хотелось донести до вас основные вот эти моменты. Я считаю, что нужно знать все эти покрой и реглан, разные его варианты, чтобы даже вам было интересно, когда вы ходите по улице, вы можете смотреть, наблюдать. Кстати, после этого видео я не виновата, но вы будете отличать реглан на улице, у кого полуреглан, у кого реглан погон, у кого реглан классический. Может быть, вам доведется увидеть и нулевой реглан в какой-то нарядной группе одежды. Всегда считалось, что реглан подходит для верхней одежды. И это правда, потому что у него углубленная пройма, у него более удобное вот это место, оно посвободнее. То есть, вы можете надеть верхнюю одежду, и вас ничего не будет стеснять, потому что снизу у вас еще жакет, блуза. В общем, как верхний слой одежды, покрой реглан идеально подходит. Но он может быть и на очень прилегающем термобелье. Поэтому обратите внимание на реглан, пробуйте его разные варианты. Особенно посмотрите, как сейчас выглядит спортивная одежда. Она не вся со спущенным плечом. Чаще всего мы там встречаем разные варианты покроя реглан. И это еще не все. Бывает часто, что мы видим покрой реглан в нарядной группе одежды. Поэтому всем, кому нужно праздничное платье, кто хочет сшить уже что-то нарядное, то обратите внимание на рукав реглан. Он даст вам комфорт, он даст вам неординарную форму и легкое сопряжение вот этого шва рукав-пройма. Это не то же самое, что вточной рукав. Работать с рукавом реглан гораздо легче. Лично мне очень нравится рукав реглан, хотя, честно говоря, я раньше его недооценивала. Его нужно научиться кроить, его нужно научиться моделировать и правильно с ним работать. Пожалуйста, напишите в комментариях все те, кто тоже до сих пор недооценивает рукав реглан. Но я уверена, после серии следующих видео вы поймете, что рукав реглан – это просто сила и мощь. Как можно сделать круто, красиво и быстро. Почему еще люди любят рукав реглан? Особенно дизайнеры. Дизайнеры любят его за мягкие формы. Мягкая форма плеча, она создает такой обволакивающий силуэт, когда не нужно добиваться какой-то квадратности. Поэтому дизайнеры в некоторых случаях отдают предпочтение именно рукаву реглан. А, например, конструкторам узел пройма рукав нравится именно тем, что здесь есть многообразие решений. Посмотрите на эти пять вариантов. Они ведь все разные. У них абсолютно здесь разная форма. И, конечно, конструктору интересно работать, когда форма разная. Причем в эту же форму можно вложить еще и защипы, разрезы, украшения. Очень много всего. Со швом, без шва, со средним швом рукава, без него, с выточкой, как угодно. Мы шили рукава реглан, вот все возможные, какие только не шили. И с защипами, и в общем, невероятное количество вариантов. А технологам, технологам нравится рукав реглан его функциональностью. Именно рукав реглан дает возможность во время примерки убрать лишние заломы. Идеально посадить изделие по фигуре и со стороны спинки, и со стороны рукава. Потому что есть вот этот шов, которого нет, когда мы делаем вточной рукав. Конечно, вточной рукав мы, безусловно, любим. Это основной рукав, от которого мы дальше делаем моделирование. Но все же рукав реглан – это такой прекрасный наш фаворит. Поэтому, что я вам хочу сказать. Обратите внимание на наши пять вариантов. Вот они даже у меня здесь пронумерованы. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из рукавов вам хочется посмотреть в первую очередь. Я хочу вам показать моделирование нескольких из этих вариантов. Но хочу прежде всего узнать ваше мнение. Какие варианты вам хочется? Я буду ждать ваши комментарии, ваши лайки. И обязательно подпишитесь на канал. Все те, кто до сих пор не подписан. Подпишитесь и смотрите с удовольствием все те выпуски, которые вышли ранее. В них ценность не теряется. Они не плесневеют. Это очень классные уроки по технологии, по моделированию, по разным технологическим узлам. Даже в каких-то уроках ремонта люди находят свои фишки и говорят, Ириша, спасибо за секретик. Поэтому подписываемся, ставим лайки, радуем меня, радуемся сами. Узнавайте новое, пишите доброе. Потому что вот после хороших комментариев хочется работать. На самом деле хочется работать для того, чтобы вы понимали суть конструирования, суть моделирования. И может быть кто-то придет в эту профессию именно благодаря тому, что подписан на канал Шьем с Иришей. Оставайтесь с нами, ваша Ириша. Да здравствует реглан. Хочется сказать, да здравствует реглан. Без вас я делать ничего не буду.